МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ильмир Ханум, мы очень рады видеть у нас в гостях, у вас общественного деятеля, депутата, писателя, переводчика, счастливую мать, супругу, бабушку и просто очаровательную женщину. Спасибо большое. Я тоже рада встрече с вами. Я часто прихожу сюда и очень люблю ваше телевидение, ваш интеллигентный канал. Спасибо большое, Эльмир Ханум. А тем более приятно, что у нас, к сожалению, в гостях не так часто бывают женщины. А насколько вообще тяжело добиться успеха женщине в этом мире? И как при этом удается сохранить женственность? Формула успеха в том, чтобы не думать о том, как добиться успеха. Мне кажется, это самое главное. Когда ты что-то пытаешься добиться, особенно успеха, может, он, как правило, к тебе не приходит. Ты должна просто очень любить дело, которым ты занимаешься, верить в него, верить в себя и идти вперед. Я так понимаю это. Вы знаете, да, я выбрала мужскую профессию журналиста, хотя изначально собиралась заниматься наукой, переводами. И вначале так и было. Совершенно спокойную, размеренную жизнь вела. А потом вот жизнь как-то заставила все. Мы стали публицистами, журналистами. Я кинулась в омут, причем сразу в международной журналистике, стала сапкором литературной газеты. Потом я стала работать на радиостанции «Свобода». Тяжелая была жизнь, мужская, потому что и на фронт приходилось ездить. И с очень тяжелыми ситуациями сталкиваться. Что помогло? Помогла верность профессии, наверное, честность и преданность журналистике, своей родине. Потому что мне удавалось сделать удивительно смелые репортажи. И делать репортажи, которые читали и по эту, и по ту линию фронта. И как сказал мне президент Армении Левонта Петросян, когда я брала у него интервью, что ваши публикации в литературной газете, я часто читаю, а ваши репортажи по радио «Свобода», сказал Левонта Петросян, у меня каждый день на столе. То есть это говорит о том, что я делала объективные, очень качественные, очень профессиональные репортажи, которые интересовали в том числе и армян. Второе. Умение все-таки рисковать. Успешные люди, как правило, это рисковые люди. Я так понимаю. Потому что если ты не рискуешь, есть какая-то ситуация, в которой ты понимаешь, если ты ее перешагнешь, будет успех. Но ты боишься. Потому что, а вдруг что-то? А как бы что-то не вышло? Вот как бы что-то не вышло, вот такой человек никогда не будет успешным. Если он боится чего-то, понимаешь? По-настоящему успешным он не будет. Ты должна рисковать. Но, конечно, наряду с этим и третий фактор – это удача, везение и встреча на своем жизненном пути с очень хорошими людьми, которые тебя в нужный момент поддерживают. Вот у меня этих людей к счастью было много. Это были в основном мужчины. И это, конечно, вдохновляло, давало силы. Ну, а женственность… Я не думаю, что я уж такая женственная и красивая, хотя мне мужчины неоднократно делали комплимент по этому поводу. Ну, наверное, это генетика от мамы, скорее всего, да? У меня и старший брат был очень красивым. Алла-Рахмета-Расу, моя сестра была красавица. Кстати, первый русскоязычный диктор азербайджанского телевидения – Томила Кафарова, которая первая в Азербайджане провела несколько передач по центральному телевидению. Тогда это было событие. Они писали в советском экране. Потом она была киноактрисой. Ну, а потом вот она наоборот. Она из журналистики почему-то быстро ушла и занялась наукой. Наверное, гены. Ну, и понимание того, что если ты на виду, да, если ты медийная персона, так, тебя каждый момент могут позвать на передачу, у тебя может быть какое-то мероприятие, да, ты должна всегда стараться хорошо выглядеть, потому что надо держать себя в форме. Вы сказали такую фразу – надо рисковать. А бывало ли так в вашей жизни, что риск не приводил к успеху? Или всегда, когда рисковали, всегда выигрывали? Иногда не приводил. Но в результате цену оборачивалась в мою пользу. То есть тут, понимаешь, опять-таки палка двух концов. А было такое, что вот просто опускались руки? Конечно, сколько раз. Все в черных красках. Сколько раз и руки опускались, и плакала. Мне всегда помогал, я это не раз говорила. Мне повезло, что рядом со мной был очень понимающий, очень умный, чуткий человек. Это мой покойный супруг, он умер два года назад. Он тоже кинорежиссер, АСТВ. Ну, это его альма-матер, он всю жизнь там проработал. И он был очень умным человеком, и он меня, у меня быстро очень снимал стресс. Что ты переживаешь, понимаешь? Да и это пройдет. Вот это и это пройдет. Надо уметь понимать мозгом. Все пройдет. И эта черная полоса пройдет. И когда руки опускаются, через два-три дня они поднимутся опять. Ни в коем случае нельзя поддаваться депрессии. Вот это самое страшное. У меня были страшные ситуации. Девочки, когда, извините, вы молодые, но мы же прошли через гора Январ, через ход Жалы. Мы это все первое передавали. Я была на фронте. Но ни в коем случае нельзя поддаваться депрессии уныне. Иначе из этого круга не выйдешь. Если то горе, которое я каждый день вижу, и те проблемы, с которыми я сталкиваюсь, если погрязнуть в них, то ты жить просто не будешь. Ты дышать не сможешь. Ведь мир состоит из проблем и страдания. Он замешан на страданиях. К сожалению. К сожалению. Но мы живем. А раз мы живем, то что-то же заставляет нас жить. Эльмира Ханум, вы, отвечая на первый вопрос, в принципе упомянули то, что у вас семья же творческая. И сестра, и брат покойный, и дочка. А вот вы росли в творческой, наверное, атмосфере семьи. Нет, я бы не сказала. Родители были очень простыми людьми. Они не были абсолютно творческими людьми. Тогда атмосфера... Да, старшие на меня очень большое влияние оказали, хотя они не пытались ни на кого влиять. Просто да, вот они были творческими людьми, потому что брат был писатель, кинодраматург, сценарист. Мы все время его видели с пером в руке. Я перепечатывала, кстати, потом, когда уже научилась печатать на машинке. Будучи студенткой первого курса, я уже перепечатывала его сценарии, помогала ему. Это да, я читала запрещенную литературу, которую они где-то доставали в 60-е годы. Я только еще ребенок, а уже в 70-е. Я прочла тайком «Один день Ивана Денисовича», я прочла сатиру «На приезд и в Монтана Симона Сеньоре». То есть это да, это я... Благодаря им все это у меня было, понимаешь? Но атмосфера семьи была творческой... Не могу сказать, что только они повлияли, потому что я с шести лет, как вот взяла книги в руки, понимаешь, я поняла, что это мое главное богатство. Вот шести лет я не расставалась ни днем, ни ночью. Я читала ночью под подушкой, мы как прятались чуть ли не с фонариками, поэтому и глаза посадила. Это все было. Книга, литература, сочинения, я помню, замечательные писали. Потрясающая учительница русского языка, литература, Людмила Ильинична Корик. Вот это все повлияло. И атмосфера. Тогда не читать, не интересоваться театром, искусством было не модно. Мы тогда все были творческими, по большому счету, людьми. Даже самый отсталый ученик и так далее, он все равно читал. Понимаешь? Поэтому творческая атмосфера была разлита в воздухе Азербайджана. Ильмир Хамов, вот вы затронули вопрос того, что вот в те времена, когда вы работали журналистом, вот «Черный январь», «Карабах». Да, это уже 90-е годы. А вы в долгие же годы были СОПКОРом по Азербайджану, во многих российских СМИ, в том числе в литературке. Ну да, литературная, а потом общая газета. Вы как бы и за себя ответственность несли, и за страну. Это было очень сложно, конечно же. А вот были у вас такие случаи, когда вам приходилось отстаивать свои материалы? Каждый раз, каждый раз. Каждый раз были сражения, каждый раз приходилось убеждать, доказывать, что это необходимо. Шли на хитрости иногда, чтобы доказать, чтобы свою точку зрения отстоять. Потому что у меня, слава богу, была литературная газета. И у нас была такая рубрика «Литературная гостиная». Там выступали известные писатели. И я делала материал номер с Анаром, с Эльчином. Но мы обязательно в этой литературной беседе затрагивали на горный карабах. Понимаете? То есть шли на различные ухищрения. И иногда даже бывало, что необходимо было как-то лично с кем-то побеседовать. Но в основном материалы приходилось пробивать с большим напряжением и с большой кровью. И не буду опять схвастаться, нужно было их так писать, красиво и талантливо, извините, конечно, за нескромность, чтобы они проходили там, в Москве. Понимаешь? Потому что я считаю, что любой материал, даже не касающийся карабахского конфликта, какая-то история любви трогательная. Я помню, я была Тофика Холида. У меня была история трогательная о старике, который вернулся. У меня была трогательнейшая история, очень интересная, об одном богослове, святом человеке, который отправился в хадж, заранее зная, что он там умрет, причем предсказал свой день, месяц и час кончины. Он уехал туда умирать. Вообще интересная очень тема. Любая эта тема, она все равно работала на нашу страну. Потому что я показывала интересных людей, интересных личностей, понимаешь? Поэтому, конечно, были конфликты, было непонимание и был откровенный страх. Потому что я помню, в общей газете был очень смелый мой заведующий, который поставил материал о теракте на станции, помните, 20 января, когда погибло много людей, направил на теракт небезызвестный всем Зори Балаян. У него вышел потрясающий материал. Осторожно, двери закрываются. Следующей станции не будет. Я там черным по белому, в общем-то, Зори Балаяна назвала террористом, человеком, который не просто является писателем, который поджигал все этот конфликт, но он еще откровенный террорист. И настолько это донело. И вот это напечатали, этот материал, ты знаешь. Естественно, последовала реакция от Зори Балаяна. Зори Балаяна написал свою статью. Я виноват лишь в том, что люблю свою родину. По-моему, это было первый раз, когда он ответил азербайджанскому журналисту. Я это считаю своей победой. А вот мы сейчас говорили о ваших статьях. Среди них было много на художественную тему, флицистическую тему. Почерки художественные, портретные. Да, я люблю это. И, безусловно, это было начало дальнейшей писательской деятельности. А как долго вы к этому шли? Ну, я к этому шла не так уж долго. Около 10 лет. Потому что где-то... Да, 10 лет. Потому что в 2001 вышла моя первая художественная книга совместно с Исой Наджафом, которая называлась «Убийство полиграфиста». За ней последовали другие политические детективы, сценарии художественных фильмов, «Убийство половины двенадцатого», «Стеклянный дворец», потом я написала, и так далее, и тому подобное. Уже пошел большой жанр. А в 2003 я приступила к своему масштабнейшему проекту Ейдар Алиев «Личность и эпоха». Думала, будет трехтомник. В результате получился шеститомник. Но ведь для того, чтобы начать писательскую деятельность, к этому ведь нужно и подготовиться эмоционально, подготовиться и психологически. А вот к этому вы сколько шли? Вот как тяжело было это сделать? Ну, я шла к этому с шести лет. Ну, вообще, Элимир Хам, жизненный опыт, конечно, он важен. Без жизненного опыта. Конечно, конечно. Посмотри, я писала статьи, очерки, политические и криминальные очерки. У меня была сначала статья «Смерть полиграфиста», которая вылилась в книгу. У меня был большой очерк «Восстание ОМОН», которая вылилась в книгу «Стеклянный дворец». То есть я шла от статей, от каких-то очерков. Сначала изучала проблему, выходили статьи и очерки, потом они уже выливались в книгу. То есть я изучала эту проблему, конечно. И потом, поскольку ты журналист, причем журналист-международник, ты очень обо многом пишешь, понимаешь? Ты встречаешь с самыми разными людьми, видишь самые разные города и страны, впечатлений очень много. У меня вот несколько книг, в которых вошли мои путевые очерки. А есть целая книга «Мгновение истины», которая рассказывается о зарубежных визитах господина Гейдара Алиева. Кстати, он очень был рад этой книге, она ему самому понравилась. Мы говорили с ним накануне его юбилея 80-летия. Он говорит, ну, умничка, что ты все это зафиксировала, все это сохранила, что это все отразило. Поэтому жизненные впечатления, опыт накопленный, он переходил, конечно, сначала в эмоциональный, а потом желание это отразить в книгах. Но опять-таки я себя не хвалю. Это все было естественно. Я не специально, вот я должна книгу написать, вот я должна. Единственное, у меня так было с книгой Гейдария Алиевича, потому что я ему лично обещала. Я ему самому сказала, что я про вас буду писать. Я его долго уговаривала начать писать мемуары. Мы часто с ним разговаривали, потому что мы общались во время поездок в салоне самолета. Он все время отнекивался, говорил, у меня времени нет. И я, когда вот мы про эту книгу мою говорили, которая ему очень понравилась, он мне позвонил домой, в мой кабинет. Мы долго говорили. Я сказала, я буду писать про вас, я хочу создать какой-то биографический о вас книгу, роман. Он говорит, пиши, пиши, у тебя это неплохо получается. Как я вспомню, мы сто раз это потом цитировалось везде. Вот так вот, понимаете, это не было вот так вот. Я книгу, я должна быть писателем. Сейчас очень много таких, кстати, писателей. Что бы вы им посоветовали вообще, вот этим таким писателям, которые как грибы сейчас растут? Каждый третий себя считает писателем. Ты знаешь, с одной стороны, тогда была цензура. И вот такие писатели, я работала в Союзе, писатели, помощницы Мирзы Ибрагимова, Исмайла Шехлы, к нам они приходили пачками. Но их даже на порог не пускали. Мы знали, понимали, кто, так сказать, профессионал. Тогда был строгий отбор. Отсев, художные советы, везде в издательствах опять-таки строгие редактора, худсоветы, цензура. Не без добра это было. Ребята, эти все графоманы, они не проходили, как правило, порог рецензий, цензуры, понимаешь? Да. А проходила цензура, как правило, талантливая. Все талантливое. И обратите внимание, сколько великих имен появилось в советской литературе 60-х, 70-х. Это 60-ники. Да, потом их начали травить, гнобить, чего не надо было делать. Вот у нас Гейдарь что-то понимал, когда у него спросили, а что, у вас не было здесь сидя? Ну, говорит, не было. А потом сказал, может, потому что мы их не искали. А сейчас море, половодье. Каждый пишет. Каждый пишет. Бумага все стерпит. Это абсолютно точно. Слабая литература, она все равно будет слабой, как бы ты не осыпал каменями свою обложку, золотыми, понимаешь, письменами. Если это не талантливо, ну, прочтет там 3-4 твоих близких, знакомых, ну, раздашь ты пару-тройку этих книг. Они же вкус формируют еще. Ну, вот это плохо, да. Но с другой стороны, понимаешь? А что сейчас читает молодежь? Вообще она что-то читает? Мы пишем для кого? У меня дочки, которой много лет, намного больше, старше она, чем моего сына. Сын, значит, если, скажем, она 75-го, 85-го, где дочка всю жизнь читала и читает, он уже поколение не читающее. Потому что люди, дети после распада Союза, он в канун распада, они не читают. Он много читает, но он читает в интернете, понимаешь? Может, он и читает, но он читает в интернете. Что касается того, что что они... Они никогда не возьмут в руки вот тех людей, писателей, о которых я сейчас говорю. Хотя, может, и возьмут, ты знаешь. Все жанры хороши, кроме бесталанного и скучного. Если это не скучно, если написано талантливо, да ради бога, читайте. Ты сможешь сейчас прочесть 4 тома «Войны и мира»? Только честно. «Мира» прочту, «Войны» нет. Да. Вот я тоже самое прочитаю. Это невозможно сейчас читать, невозможно. Я даже Чехова уже не могу читать Чехова. Маленькие рассказики, легкие. Ребята, сейчас настолько убыстрился тем жизни, настолько много информации надо освоить лично мне. И газеты ко мне приходят, и журналы приходят, и в интернете посадят. Не успеет какое-то событие... Мне уже журналисты говорят, «Эльмир Халм, дайте комментарий». А я еще его даже не знаю про это событие. То есть мне надо еще в курсе быть. Как вы успеваете в таком графике жизни? Я придерживаюсь вообще той теории, что время физически ускорило свой бег, что в сутках сейчас не 24 часа. Я думаю, что со Вселенной что-то произошло, потому что я четко, четко верю в это, что когда мне было 7, 8, 10 лет времени, физически было, объективно было больше. А сейчас его вообще нет. Все говорят, что когда с возрастом время сжимается. Нет. Или время потеряло свой нормальный размер, и для каждого оно свое. Или же я настолько загружена, что я открываю утром глаза, и я закрываю их только где-то в 12 час, 2, в 3 ночи. И я ничего не успела при этом. Ничего. Если я не написала хотя бы 5 строчек, если я не прочла что-то интересное, если я не посмотрела по телевизору что-то нужное, я считаю, что день прошел напрасно. А еще ведь есть своя работа, депутатская, творческая. Еще есть внуки, которые требуют внимания, мне хочется. Я неделю не видела младшего внука, и мне уже плохо физически. Как же? И они мне посылают, значит, его видео, чтобы как-то это компенсировать. Понимаешь? Это ужасно. Времени не хватает. Какое чтение? О каком чтении ты говоришь? У меня лежат дома несколько книг сразу, которые я начала и не успела. И я смотрю на них с вожделением. Потому что в последнее время вот Натика прочла. Она говорит, напиши, напиши рецензию. Я говорю, напишу обязательно. Вот поехала я на каникул, у нас две недели каникулы, написала рецензию. Она вот, кстати, вышла. Мне очень ему понравилось. То есть лежит у меня Дина Рубина, которую я очень люблю. Русская канарейка, трехтомник. А мне нужны биографические вещи. Это биографическая вещь, но в художественном плане. А я подбираюсь тоже к семейному роману. Я хочу написать про нашу семью, про семью моего мужа. У него очень интересная была семейная история. У меня тоже, как и у каждой советской семьи. У нас у всех были интересные истории. И вот я подбираюсь. Поэтому я читаю биографические романы. Понимаешь? Вот Улицкую прочла, Лестница Якова, Дину Рубину. Я больше, конечно, всего люблю русскую литературу, потому что я читала постмодернизм, я читала Патрика Модиана, Улица темных лавок, там еще у него роман. Пять-шесть романов. Я даже не запомнила их названия. Но это не мое, ты знаешь. Это интересно как эксперимент. Но они душу не затрагивают. И поэтому вот новые вот эти веяния, они все-таки тяжелы для меня. Ну вот Дмитрия Липскерова прочла, у него удивительное превращение происходит. Это интересно. Она все-таки на реальных событиях основана. Хотя вот как у Натик, туда вплетаются элементы фантастики, сюрреализма. Но основа реальная, понимаешь? А вот постмодернизм, там же нет ничего. Там поток сознания, как у Фолкнера идет, и все. Хотя у Маркеса ведь тоже очень много, такого непонятного, мистического. Но вот на нем я, наверное, остановилась. Хемингуэй, Маркес, Фиджеральд. На этих вот именах остановились. Обожала Фиджеральда. А новую литературу я не очень знаю, хотя пытаюсь. Анна Гавальда французская. Очень с удовольствием я ее прочитала. И сейчас вот читая по французскому оригинале, хочу все-таки в оригинале научить. Я еще французский изучаю. Было очень интересно сейчас слушать о том, как вы говорили о литературе. Мне, как филологу, было особо интересно. И вопрос будет тогда следующий. Ведь сегодня основной цензор – это цензор финансовый. Если посмотреть, то фактически все современные писатели выкладывают свои произведения в интернет. И чтобы их прочитать, ты определенную плату вносишь за это. Вот у нас тоже это, слава богу, началось. Да, то есть это в условных единицах, скажем, 5, 7, 10, в зависимости от популярности писателя. И это формирует в какой-то степени бюджет этого писателя, состояние, и дает ему возможность существовать на это. Конечно, это очень хорошо. Как вы считаете это хорошо? Это очень хорошо. У нас пока это не очень развито. Меня в этом плане легче, потому что я пишу, вот я говорю, исторические романы, биографические, они раскупаются. Они, Гейдар Ильич весь раскупился у нас, там 2000-3000 что-то печатаем, они раскупаются. Стеклянный дворец, вообще было 5 изданий, все раскупилось. Поэтому в этом плане мне везет, что мои книги покупаются. Но тем, у кого они не покупаются, но эти вещи талантливые, я бы хотела бы посоветовать, действительно, выставлять в интернет. Вот сейчас есть у наших, сейчас Нати как раз с Чингизом Абдуллаевым, они над этим работают. У нас будет свой букс, потому что это есть, мы вклиниваемся в пен-клуб. Ну и сейчас, в общем-то, можно. Да, сейчас возможно. Русскоязычных сайтах. Русскоязычных во всяком случае можно. А вот для писателей азербайджанских, конечно, бы хорошо было создать нечто вроде вот такого, то ли сайта, то ли что, я не знаю, просто я не компьютерщик. Это очень важно, очень важно, чтобы молодым было, где продавать свои книги, чтобы был рынок, тем более все молодые в интернете, понимаешь? Да, конечно. Все молодые в интернете. Да у нас даже в наших книжных магазинах пусто, люди не приходят, понимаешь? Ну вот сейчас, слава Богу, благодаря Мире Банханову, создали замечательный центр. Вот я хотела, этот букс-центр, вот видите, благодаря молодежь. У меня уже там прошла, кстати, встреча с писателем. Вот сейчас молодежь возвращается благодаря таким букс-центрам. То есть вот такие центры, это очень... Обязательно. Молодежь возвращает книгу. Чтобы там было и кафе, чтобы там был интернет, чтобы там были какие-то музыкальные вещи, чтобы молодежь тянула, чтобы там было не просто книги, а чтобы еще вокруг книг было интересное пространство. Понимаете? И сегодняшний, вообще сегодняшний и зритель, и читатель, вообще все, очень избалованы. о чем ты говоришь? Поэтому надо как-то изощряться, наверное, чтобы как-то привлекать им больше. Это не те библиотеки... А почему господин президент сейчас издал УХАС о ликвидации всех библиотек на той основе, на которой они были, и о реорганизациях на новой основе в соответствии с требованиями 21 века. Действительно, кто сейчас пойдет в библиотеку, будет... А мне вот такая книга нужна. Ага, сейчас найду. А ее нет. Придите через три дня, она сейчас на руках. А вот эту дайте. А ее вообще у нас не было. Ну, кто будет ходить в такие библиотеки. Потом, значит, там записаны. Это все вчерашний день. И вот этот книжный центр, это первая «Ласточка». Второй центр тоже. Азаркитаб Сабер Мялем открыл на пересечении, как это называется, площадь строителей. Да. Вот там Азаркитаб. Они тоже проводят очень интересные акции, встречи, школьники туда ходят. Вот эти два центра, они сейчас хорошо работают. И там и в результате покупаются книги. Аж стыдно уйти без книги в руках просто. А вот вы считаете, мы все время к этой теме возвращаемся. А нуждается ли современная азербайджанская литература и вообще азербайджанская литература в популяризации? Обязательно. У нас гуманизация школьного образования должна быть. Нужно вернуться к гуманитарным наукам. Вот эти тесты, все они сдают ребят по тестовым системам. Дома они общаются через интернет, через WhatsApp. Люди разучились разговаривать друг с другом и выражать свои мысли. Молодые говорить не умеют грамотно, связно. Иногда мне пишут даже мои близкие, невестка, я говорю, что вы на английском, латинскими пишите, на русском, на латинскими. Они стесняются, что они сделают какую-то ошибку, я поняла. А я-то фил... Мам, ты вот пишешь мне небольшие, короткие... Ну, это так красиво, так грамотно. А почему ты ставишь и запятые, и точки? Я говорю, ну, я по-другому не могу, просто я приучена к этому. Понимаешь? А обратили вы внимание, молодые пишут вам, латинскими, латинскими, потому что там не видна, ошибка не будет видна, если он сделает что-то. Поэтому гуманизация. Эльмира Ханумовна, спасибо большое за очень интересную беседу. Мы затронули очень важные, очень интересные темы. И, надеюсь, не в последний раз. Дай бог. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Желаем вам творческих успехов дальнейших. Спасибо. Возвращения в вашей деятельности. И, конечно же, вашей семье и вам. Оставайтесь такой же красивой, такой же замечательной, такой же приятной. Спасибо, стараюсь. Постараюсь. Мы женственные. О чем мы говорили с Антоней? Несмотря ни на что, да? Ни на что. Ну, договорились. Буду стараться. Субтитры сделал DimaTorzok.